Добрый день! Здравствуйте, дамы и господа! Всем привет! И с вами, конечно же, шоу «Авторизация» — первое межгалактическое шоу про интернет и для интернета. Сегодня у нас будут в гостях прекрасные люди, невероятные звезды. Наши звездные капитаны Дмитрий Красилов и Алексей Кучков! Спасибо, спасибо. Здравствуйте, друзья мои! Очень рад вас всех видеть. Для начала давайте познакомимся с нашими командами. Дмитрий, давайте начнем с вашей команды. Расскажите, с кем вы сегодня пришли, кто эти люди для вас? Типа у нас все так плохо, давайте начнем с них, да? Да, да. Вот, собственно, и представили команду. Неплохо. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Ну что, давайте познакомимся. Собственно, я сегодня пришел с охранниками, как вы могли заметить. Андрей, прекрасный человек. Кто-то напомни. Олег. Олег. Петров. Вот. Отлично. Давно знакомы? На самом деле все добротно, недолго. Это все у нас длится общение. С Андрюшем мы знакомы два года. Экер длится точно недолго. С Андрюшем мы знакомы два месяца. Поэтому все прекрасно, все просто, все легко. Отлично. Общаете, ребята, в интернете? Все. Класс. Класс. Я в вас верю. Итак, как назовем нашу команду? Три, четыре. Жирная точка. Жирная точка. Ваши аплодисменты, друзья. Алексей, здравствуйте еще раз. Перейдем к вашей команде. Представьтесь, пожалуйста, расскажите про ребят. Ну, меня зовут Алексей Куличков. Я родился 19 апреля 1976 года. Подписывайтесь на мой канал. А он у меня есть? Ну окей. Представлю своих друзей. Но это тоже моя охрана отчасти. Особенно я. Да. Это два чудесных человека, которых я очень люблю, уважаю. Они непосредственно оказали влияние на мою жизнь. Это мой лучший друга женского рода. Подруга. Да. Личный фотограф. Профессиональный фотограф. Агент. Парикмахер. Ну, парикмахер, да. Визажист, стилист. Все в одном. Поэтому очень все удобно, все под боком, все рядом, как говорится. И, конечно же, человек, который непосредственно... Вообще, вот знаете, когда в жизни все плохо, вот этот человек может вывести вас из любой ситуации, привести вас в норму и направить движение. Мой личный коуч, будем так говорить, даже так и есть. Понимаете? Вот. Чудесный человек. Так, обращайтесь за поддержкой, за советом. Такой, я бы сказал так, русский Будда. Посоветую, поддержу. Посоветую, поддержу. Ну, а теперь к именам. Ольга, Михаил, Алексей. Отлично. Друзья мои, как назовем вашу команду? Как команду? Лысая точка. Нет, ну... Лысая точка, жирная точка. Мне кажется, мы сыграемся. Мы сыграемся, кажется. А точка может лысый? Она всегда лысая. И бывают разные. Можно по буквам перебирать точки? Любую. Джи? Джи? Ну, я не знаю. Надо что-то современное, потому что интернет, авторизация, я не знаю, что. Но давайте... Пентиум. Пентиум? Пентиум. О, это вообще очень современно. Пентюх? А это что такое, Пентюх? Можно... Пентюх. Пентюх? 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 Да, конечно, тормозят. Это ваша команда сказала. Итак, название вашей команды. Ну, вот смотрите, я предлагаю. Михаил, Ольга, Алексей. Мао Цзэдун. Мао Цзэдун! Отлично, друзья мои, ваши громкие аплодисменты. Команда Мао Цзэдун и команда Жирная Точка! Ну что, друзья мои, пришло время рассказать про правила нашего шоу. Три раунда. За победу в каждом раунде команда получает два балла. Проигравшая в раунде команда получает наказание. Если команда выполняет наказание успешно, то зарабатывает балл. Абсолютно верно. Ну что, давайте сразу же начнем и приступим к первому раунду. Правила первого раунда таковы. Команда по очереди задает вопрос. Если команда отвечает неправильно, у нее есть возможность отшутиться и заработать полбалла. Также в раунде присутствует цифровой вопрос. Та команда, которая будет ближе к верному ответу, заберет балл. А если и то, и другое? И обе правильно? Обе балл получат. Вообще не вопрос. А если не понимаешь, что происходит? Танцуй. Дима, мы нашел авторизацию. Так, что это? Надо отвечать на вопросы. В любой непонятной ситуации танцуй. А вот это знакомое слово. Он еду за это получит. Отлично. Ну раз, Дим, раз у вас такая активная команда, я думаю, что начнем мы с вас. Приготовьтесь. Первый вопрос специально для вас. Внимание на экран. Кем стал человек, который разработал систему, позволившую упрощенное использование интернета? А. Богом. Б. Рыцарем. В. Банкротом. Г. Пекарем. Время пошло. Если честно, я за пекаря. Мне кажется, он как-то ближе мне. Ну да. Какие у вас есть варианты? Давайте подумаем. Да. Да, неплохо. Да. Согласен. Пекарем. Отлично. Вы уверены? Нет. Будем говорить ответ или нет? Будем говорить ответ. Будем говорить ответ. Подумать, как и логически, попробуем размышлять. Человек изобрел интернет, кем он мог стать? Ну тот или рыцарь, или пекарь. Нет. Либо бог, либо рыцарь. Это мой вариант. Ну окей, буква А. Нет. Богом? А кем? Я, давай лучше. Нет пекаря больше. Пять. Банкротом слишком, мне кажется. Давайте банкротом. Давайте. Нет, давай. С пекарем. Ваш вариант. Говори. Ну говори. Ну, с едой связано, говори. Давай. С едой связано. Интернет, конечно же, связан с едой. Давайте проверим правильный ответ. Это неправильный ответ. Правильный ответ рыцарям. Тим Бернер Сли, один из изобретателей интернета, был посвящен в рыцаре королевы Елизаветы. Но у вас есть возможность отшутиться. Любая шуточка. Дим, накидывай, я в тебя верю. Анекдот расскажи. Нет, подожди. Просто когда нам скидывали ответ, там был пекарь. Э, ой! Животики, животики пошли. В компетентной шутке вы получаете 0,3 балла. Я вас поздравляю. Мы продолжаем. Ну что, Мао Цзи Дун, вы готовы? Да. Приступаем. Мао Цзи Дун, вы готовы. Я готов. Вопрос номер два специально для вас. Внимание на экран. Чем не является Тор? А. Фигурой. Б. Браузером. В. Богом. Г. Клавишей. Ну, Тор это... Это... А сколько у нас секунд-то вообще? 30. Ну, а с детьми я часто очень смотрю Марвеловские мультики. Тор. Это у нас же Бог, да? Правильно? Тор. Хорошо. Нетодом исключения. Фигура тоже. Браузером, клавишей. Клавишей. Тор. А, ТОП. Это клавиши. Чем не является Тор? А, чем не является. Не является. Тогда не является ТОП. А что ТОП? Можно же по-английски, а можно ТОР. А как звучит ТОР или ТОП? А вы знаете такую клавишу ТОП? ТОП. ТАП. Там есть ТАП. ТАП. Время закончилось? На это как это. Ваш вариант. Клавиши. Клавиши? Это клавиши? Фигуры? Нет, на фигуры ТОР. Четыре, три, два, один. Твоя ответственность. Моя ответственность. Итак, Мао Цзэдун не все, оказывается, знает. На что знаем? Тогда чем не является? Не является и клавишей. Давайте проверим ответ. И это правильный ответ. Абсолютно верно. ТОР что угодно, но не клавиша. Друзья мои. Молодец. Есть такой праузер-дор. Я думаю, некоторые наши зрители знают это. Есть такая фигура пунчиковидная. Конечно же, есть такой бог. Но что угодно, кроме клавиши. Приступаем к следующему вопросу. Напоминаю, что мы боремся за звание самой умной в интернете. Поэтому, ребят, не переживайте. Приступаем к вам. Вы уже проиграли сразу. Вопрос номер три. Что появилось раньше? Яндекс или гугл? Время пошло. Давайте сделаем. Если в 13 веке появился этот рыцарь, то... Тогда гугл. Гугл? Да. Это ваш финальный ответ? Да. Давайте проверим. Внимание на экран. Правильный ответ. Яндекс в 1997 году. Создание Яндекса 1998 год. Создание гугла. Представляете? Мы впереди планеты всей. Россия! Россия! Молодцы, друзья мои. И Димка красиво. Ага. Патриотизм. Ну что, ребят, у вас есть возможность отшутиться. А зачем отшутиться? Что раньше появилось в Яндексе? У меня появился гугл. У него тоже гугл раньше появился. А, вы думали относительно вас? Вы к нам задаете вопрос. Логично. Поэтому, я считаю, нам надо засчитать это. У меня был гугл. У Димы гугл. А я не понимаю, что происходит просто. Он в Казахстане жил. Он в Казахстане жил. Интернета не было. Да, вообще свой интернет. Там суверенитет раньше появился. Нам надо засчитать. Я думаю, да. За то, что вы посмеялись, и мы тоже посмеялись, вы получаете 0,2 балла. Аплодисменты. Дежавю. Дежавю. Все нормально? Все понимаешь? Я ничего не понимаю. Дим, успокойся. Что за трэш-бэй? Да танцуй. Ты спишь. Скоро ты проснемся. Ему сказали, что надо приехать и танцевать. А он сидит. А я сижу и все. На непонятные вопросы. На непонятные вопросы. Дим, сейчас ты проснешься? Завтра Евровидение. Все нормально. Едем. Не отменить коронавируса не существует в 2020 году. Ухать к какой-то реальности это произошло. Переходим к вашей команде. Внимание на экран. Вопрос номер 4. Кто генерирует большую часть интернет-трафика? Люди или роботы? Ну, безусловно, я почему не думаю, люди генерируют? Генерируют, засоздают. Ну, а как эти роботы, которые там, они, ну, даже если там лайки кто-то себе подкручивает, это же роботы работают, они это какие-то, не люди. Значит, роботы, скорее всего. И мне нравится картинка вот здесь, вот он, видишь, они, вот подсказка на лицо, подкручивают лайки. Ну, и они обработают наверняка это на какие-то словах, даже КГБ следит, наверное, на определенные слова за нами. Как вы думаете? Время закончилось. И ваш ответ? Наш ответ – люди-роботы. Давайте проверим. Так что, люди или роботы? Роботы, роботы. Роботы? Роботы, да. И это правильный ответ – роботы. Ваши аплодисменты, друзья. Около 62% трафика генерируется именно ботами. Итак, внимание, цифровой вопрос. Внимание на экран. Сколько миллиардов просмотров в YouTube набрал клип Уиз Халифа на песню «See You Again», посвященный актеру Полу Уокеру, прозвучавшую в фильме «Форсаж 7»? А отрывок можно посмотреть? Послушайте. Все, спасибо. Мы переключили. А можно следующую композицию? А можно больше не будешь петь никогда? Итак, как вы думаете? Ваш вариант. Можно с той команды начать? Это наш вариант. Ну, наверное, я единственный, кто хоть немножко попробует. А вот человек из музыки. Наверное, два. Ну, потому что... Два просмотра. Два миллиарда. Два миллиарда. Ну, мне так кажется. Хорошо? Мне кажется, до трех не дошло. Ну, там надо к чем ближе. Два миллиарда восемьсот тридцать шесть. Мы сейчас подключаем. Да-да-да. Фильм раскрученный. «Форсаж 7» и все «Форсажи», в принципе, все обожают. И этого актера тоже. И тем более он такой финальный, это трогательный момент, когда машина разъезжается, он уже как бы не на этом цвете, да, не в этой жизни непосредственно. Сколько у нас на земле миллиардов? А сколько на земле миллиардов людей? Семь с половиной. Семь с половиной? Я думаю, что... Кто-то смотрит и по два раза, ребят. Что? Кто-то смотрит и по два раза. И по два раза. Итак, ваш вариант. Мне вообще нравится число семь, и я свою жизнь у меня начиналась в квартире номер семь. И «Форсаж» семь. И вообще семь, говорят, это ангельское число, и я за семь миллиардов. Семь миллиардов. И вообще за «Форсаж» семь и за семь миллиардов. Вот пускай одни семерки, страйк должен быть. Семь миллиардов человек на планете, семь миллиардов просмотров. Давайте проверим правильный ответ. Правильный ответ – четыре с половиной миллиарда. А это значит, что ничья. Каждая команда получает по баллу. Ваши аплодисменты, друзья мои. Мы приступаем к следующему вопросу. Следующий вопрос также цифровой. Поехали. Внимание на экран. Сколько миллионов дизлайков набрал клип Джастина Бибера «Baby Fit Lada Chris»? О, это я слышал. Это «Baby, baby». Вот это «Baby». Классная техника была когда-то. Итак, начнем с вас. Особенно под гелием ее. Миллионов дизлайков. Очень. Миллионов дизлайков. Вот сейчас сын у меня смотрит, скажет «А-а-а, не знаешь ты». А я не знаю. Можно передать ему привет. Дизлайки – это вот это, да? Это пальчик вниз. Пальчик вниз. Ну что? Два. Два. Я думаю, побольше где-нибудь. Два с половиной. Давай двадцать. Давай два и три. Ваше время – два и три. Два и три, да. Два миллиона триста тысяч. Правильно. Приступаем к вам. Я считаю, что вот музыкант опять должен ответить. Давай, господи, это вообще никому не помню. Олег? Музыка не моя. Так, слушай. Два и три. Насколько помню, Маргин Штерн вот недавно, типа, побил рекорд мировой. Насколько я помню. У него там было миллион и шесть. Так что, думаю… Полтора? Думаю где-то, ну, лям, наверное. Лям. Да. Итак, внимание на экран, правильный ответ. Правильный ответ. Одиннадцать миллионов дизлайков! Ну что? Мы были ближе. Вы были чуть-чуть ближе. Я вас с этим поздравляю. У вас балл. Аплодисменты, друзья мои. Я почему-то, когда вы говорите балл, сразу вспоминаю Волочкову с ее книгой. Я и балл. А мы молодые и красивые. Мы переходим к команде «Жирная точка». Ну что, друзья, мы приготовились. Вопрос номер семь. Внимание на экран. Если взвесить интернет, то его вес поместится. А. В бутылку. Б. В рюмку. В. В стакан. Мне кажется, провокационный вопрос какой-то. Надо просто подумать. А можно реквизит в студию? Рюмку в бутылку. Сейчас мы обсудим. Посидим, выпиваем и раздумываем. Да, и поговорим как раз обсудим. Как думаете? Давайте подумаем. Сколько будет весить, например, ваш ноутбук, в который вы закачали себе терабайт информации? Нисколько. Ноль. Он ничего не весел. Да, да. Воздушный шарик, все же логично. Абсолютно верно. Но на самом деле вес появляется. Итак, ваш вариант. Вы обсудили, я долго время тянуть буду. Конечно. Даже электронный весит. Что, вы там опять обсуждали рабочие планы, что ли? Да нет, я просто думал, что... Олег, я верю в тебя. Да, типа я отвечаю. Я специально с человеком время тяну, пока вы обсуждаете. Олег тянет нашу команду. Правда вниз, но тянет, чем давно сказал. Итак, ваш ответ. Время закончилось? Я думал, вопрос с подвохом, типа, он нисколько не весит. Но ты сейчас сказал. Ну, если есть вариант, значит, надо выбрать. А свой вариант нельзя предложить. А, то есть где-то подвох все-таки есть. Ну, давай, слушай, ты выбирай. А, я за стакан. Стакан, финальный ответ. Давайте проверим ответ. Правильный ответ в рюмку. Весь интернет со всем его цифровым содержимым весит около 50 граммов. Фильм размером 4 гигабайта. Если доверять расчетам профессора Джона Кубятовича из Калифорнийского университета в Беркли, добавят вашему электронному устройству в массу на 0,001 грамм. Поздравляю, ребят. Я думаю, что сегодня вы уйдете явно большими знаниями. Я просто был уверен, что 18 плюс весит больше. Ну, ладно. Ну, знаете, это смотря какой контент будет. Можно... В зависимости от контента и что там пишут про тебя электроколюбе. Смотрите, смотрите, еще вопрос. В каком году они взвешивали все это? Сколько у тебя поместится? Еще зависит от того, в каком году это все взвешивалось. Это было недавно. Ну, насколько недавно. А ты знаешь, что у нас в год выходит больше миллиарда фильмов? Знаете, вы сейчас мне напоминаете команду. В футболе обычно проигрывают и начинают по судью наезжать. Вот мы с этой силой. Конечно, сучу. Ребят, вы ответили неправильно, но у вас есть возможность, конечно же, смешно отшутиться. Поехали. Блин, такое ощущение, что у нас до клоунов считается. А можно вопрос задать? Если взвесить интернет, то его вес поместится в бутылку, в рюмку, в стакан. А Даркнет там взвешивали? Нет, в этот момент. А он тоже интернет. Руги взвешивали. Так может, если две рюмки, то они уже не влезут. Я думаю, что за такой интересный ответ эта команда получает 0,5 баллов. Ваши аппетитенты! Ну что, мои друзья, вы готовы? Нет. Отлично. Задавайте. Это значит, что мы зададим им вопрос. Вопрос номер 8. Где нет интернета? А. Эверест. Б. Гринбэнк США. В. Стоунхендж, Великобритания. Логически вроде на Эвересте нет. Ну, логически, скорее всего, здесь что-то труло. Если они там вышку не поставили никакую, или как он там, не проложили. А что такое? Я говорю, Гринбэнк, ну какой-то, это город, наверное, самый крайний какой-нибудь или что-то такое. Стоунхендж, Великобритания. Ну, я думаю, что это вообще-то культурное наследие отчасти. Не только Англии, но считается, что камушки по кругу стоят. Ну, такие электронные часы. Древние. Итак, давай попробуем Гринбэнк. Время закончилось, потому что, ну... Потому что, ну, это минимум, ну, конечно же, нет. Ваш ответ? Окей. Отвечает Михаил. Гринбэнк, США. И это абсолютно правильный ответ. Ваши опозисменты. Команда Мао Дзю Дум получает балл. Гринбэнк, город, в котором расположен самый большой телескоп. Его задача принимать слабые сигналы из космоса. Поэтому там отсутствует мобильная связь, вай-фай сеть и даже возможность пользоваться рациями. Ну что, я вас поздравляю. Переходим. Да, здрасте. Моя любимая команда. Мы стараемся. Жирная дочка. Ребята, отшучиваться не надо. У вас уже правильный ответ. Не, вы можете, мы можем поучиться у вас просто. Мы, как видите, не совсем понимаем правильной игры. Мы, как видите, понимаем, где вы. Нам просто только сегодня написали, приезжайте, мы раз и едем. Все, смотрим вопрос. Итак, вопрос номер 9. Внимание на экран. Какой персонаж компьютерной игры был вдохновлен пиццей без одного куска? Дима, твой вопрос. Патмен. И это правильный ответ вашему Иссенту Патмену. Ай, молодцы, мои хорошие. Вот сразу видно, вы готовились под меня. Ну, ей-богу, молодцы. Вот это я понимаю, работа проведена у вас на отлично. Один балл команде. Спасибо, спасибо. Мы переходим к команде Мао Цзэдун. Итак, вопрос номер 10. Внимание на экран. Как называлась игра, которая была создана советским научным сотрудником в 1984 году, которая до сих пор имеет успех и была продана на мобильное устройство более 450 миллионов копий? Тетрис, что ли? Я не знаю. Наверное, Тетрис. А не, это не может быть? Какая еще может быть? Нет, я думаю, что... Яйца ловили, но... Как она на телефоне есть сейчас? Она на телефоне есть? Яйца ловили, машинки эти были электронные. Сто процентов. Или Тетрис? Тетрис? Нет. Так. Сотрудник в 1984 году. Ну, как раз эти, ну, эти... Мне кажется... А как электроника? Это вот эти игры электроника. Да там дофига их было. Чего? Именно одна игра. Время закончилось. Ваш ответ? Тетрис. Мне кажется, Тетрис. И это правильный ответ. Ваши аплодисменты, друзья мои, Тетрис. Вот это я старпер. Итак, со счетом 6-3 подбеждает команда Мао Цзэдон. Итак, ребят, давайте выберем ваше наказание. Составь топчик. Составь топчик. Отличное наказание. Внимание на экран. За 60 секунд участники должны составить топ популярных сайтов социальных сетей в 2020 году по количеству уникальных пользователей. Вы готовы? Есть список или что? Сейчас он появится. А, я просто думал, может, придумать его должны. У тебя будет хорошо. Не давай. Я не могу, мне страшно. Мама, забери меня обратно. Я говорил, танцуй в любой непонятной ситуации. Итак. Итак, я просто не залезу обратно. Внимание на экран. Время пошло. У вас минута. 20-й Тикток. Тикток, Инстаграм, Фейсбол. По количеству пользователей, ребят, подумайте. Уникальных. Уникальных, да, ребят. Уникальных. Которые вот сейчас есть. А, кто-то живут. Живые. Нет, ну роботы тоже, что ли. Ну, как гавны. Самое популярное Тикток, но количество пользователей я... По количеству пользователей. Давайте думать. Логически, что было раньше, что было позже. Что более глобальная сеть. Самые жопы. Да, вот Фейсбол не является сейчас самой популярной сетью. Не популярной. По уникальному. Скоро время закончится. Давайте думать, что на первом месте, что на втором, что на третьем, что на четвертом. Мне кажется, Фейсбол, потом... Нет, мне далеко не кажется. Давай составляй. Где-то меньше. Вообще, по поводу уникальности, вот так будет самый первый. Кстати, в Ютубе часто просто просматриваю. Не регистрируйся. Ну вот, я про это и говорю. Так что, мне кажется, Инстаграм, Фейсбол. Время закончилось. Итак, ваш ответ. Что на первом месте? Дмитрий. Отвечает Дмитрий. На первом месте Тикток. Тикток. По количеству пользователей. Хорошо. На первом месте Тикток. На втором? Инстаграм. Супер. На третьем? Ватсап. Ватсап. На четвертом? Фейсбук. Супер. И Ютуб. Супер. Давайте проверим. Как всегда, ни одного попадания. Я сказал, Фейсбук. Молодцы! Ваша выясняет. Ни одного попадания. На первом месте. 2 миллиарда пользователей. На втором месте. YouTube. 1 миллиард 900 миллионов пользователей. На третьем месте. Ватсап. Полтора миллиарда пользователей. На четвертом Инстаграм. 1 миллиард. И Тикток. На пятом месте. 500 миллионов пользователей. Но за такое короткое время. Вот. Аплодисменты. А кому? Тикток. Всем, ребята. Информации. Света. Декорации. Ребята, операторы. Ребята, ставились. Операторы, вам огромные аплодисменты. Спасибо. Итак, у вас 0 баллов, у вас 2 балла. За то, что вы ответили правильно, но наоборот, вы получаете 5 звездочек. Еее, как в детском саду. Мы играем на баллы, но у вас 5 звездочек. Спасибо, спасибо. Это вот прям выше похвал. А теперь... Такси. Такси. А теперь мы переходим ко второму раунду. О-годы. 8 вопросов, 8 дат. Команда отвечает на скорость. Отвечать команда может только после нажатия кнопки. Побеждает команда, давшая максимальное количество правильных ответов. Итак, внимание, вопрос номер 1. Какого февраля празднуется неофициальный день компьютерщика? 14 или 23? Фальстарт. Итак. Любим компьютерщиков, поэтому 14, пускай на день Святого Валентина. 14 февраля. Внимание, правильный ответ. И это правильный ответ. 14 февраля 1946 года научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер. Представляете себе? И вы правы. Откуда вы знаете эту информацию? Я не знаю. Это что-то из космоса идет. Сигнал, сигнал. Подключен. Ну просто с 14 февраля очень много связано. Это же всегда романтично и красиво, поэтому оно как-то и вышло. А где романтика, там и компьютерщики. Мы переходим к вопросу номер 2. Итак, внимание. В каком месяце празднуется день программистов? Так, окей. В каком? Я бы сейчас дал два варианта. В марте. Давайте дослушаем до конца. У вас в прошлый раз был фолькстарт. Приготовились? Дай послушать. Ну давай, мы не будем нажимать. Вот, смотри. Руки наверх. Руки дай. Дай, дай. Чтобы вот было бесчестно. Мы благородно будем. Приготовились. В каком месяце празднуется день программистов? В сентябре или в мае? В сентябре. В сентябре. Уверены. Но не в марте же. Это правильный ответ. В сентябре. 12 сентября. Если год високосный. Или 13 сентября. Празднуется день программистов. Это 256 день в году. Мы переходим к вопросу номер 3. Итак, команда, приготовились? Ручки от кнопки. Ручки от них. Отними ручки. Ну, не тебе, вам можно. Ой, все хорошо. Может, так делать. Итак, приготовились. Вопрос номер 3. Первая веб-камера была протестирована в компьютерной лаборатории Кембриджского университета, а состоялась эта в 1991 году или в 1995? Итак, ваш ответ. Время закончится. В пятом. Внимание на экран. Это неправильный ответ в 1991 году. Вот оно все. Славливые ручки-то. Я ответил в пятом. Олежа нам помогает. Давайте все вместе поддержим Олежу. Олежа. Олежа. Мы переходим. Вопрос четвертый. А что, два балла нам должны плюсоваться? Не-не-не, это просто вопрос сгорел. Не-не-не, они просто сутками ушли плавать. Ну, то есть, логично, если они ответили неправильно, что вы назовете сейчас правильный ответ. Ну, хотя бы один балл. А у вас так там уже есть баллы? Да, у вас есть баллы. От нашего стола вашим. Ванима. От души отрываю. Угощаю. Ну что, готовы? Да. Да? Ребят, я вас не буду занимать. Мы вообще готовы. Вопрос номер четыре. Первое видео на YouTube было загружено в 2003 году или в 2005? Мы первые. У нас какая-то слабенькая кнопка. Итак, ваш ответ. А какие ответы были? Ну, алло. В 2003 и в 2005. Ну? Типа дом 2, что ли? Третий. Третий, третий. Третий. Итак, проверяем. Правильный ответ. В 2005 году. Да. А теперь первый раз ты был прав. А мы третий ответ. Я знаю. Олег, первый раз Олег был прав. Итак, вопрос номер пять. Когда был сделан первый твит? В 2005 или в 2006? Не дослушали. Нет, не дослушали. Зато у вас девочка красивая. Второй раз ты уже не прокатываете. Она страшнее не становится с каждым секундом. Итак, ребята, 2005 или 2006 год? Олежа? А что, опять блин? Так, давай, пусть будет чисто. И внимание на экран. Это правильный ответ. Пусть без тебя работают. 21 марта 2006 года. Его написал создатель твиттера Джек Дорси. Just setting up my tweet. Просто настраиваю свой твиттер. Ну что, продолжаем. Вопрос номер шесть. Внимание. WWW. Глобальная гипертекстовая система интернет появилась в 1988 году или в 1990? Потому что вот так они нажимали. А вот когда вопрос закончился... Итак, все-таки Бог. Еще раз даты какие были там? Варианты еще раз. Вариант 1988 или 1990? Варианты еще раз. 90-ый. Правильный ответ, внимание на экран. 25 декабря 1990 года! Давайте кнопки туда поставим. Когда начинешь стать, бежим, нажимаем. Кто-то бежит первый. Я очень быстро бегаю. Первый, дай секунду. А давайте поставим одну кнопку. Да. И кто первый? И кто первый? Мне кажется, там сигнальные пенели. Поставим бутылочки. Карандаш. И будем попадать. Блин! Вот это нормальная тема. Вот это я понимаю. И тамада хорошие конкурсы веселые. И тамада хорошие конкурсы веселые. Виктор Бутусов. 8-9-64. Красиво, Дмитрий. 8-9-64. Итак. Внимание, вопрос номер 7. Год основания Alibaba Group. 1999 или 2004 год? Отлично. 1999 или 2004 год? Так, а что ты на меня смотришь? Еще раз ответ. 2009 или 2004? 2004. 2004. И это неправильный ответ. 4-го апреля 1999 года. Я же про апрель говорил. Я же про апрель. 4-е апреля он говорил. 4-е. 4-е. 4-е апреля. Переобываемся на ходу. Переобываемся на ходу. Как я люблю. Приготовились. Вопрос номер 8. Финальный вопрос. В каком году была впервые представлена компьютерная мышь? 1966 год или 1968? 66 или 68? А что ты, блин? Сказал. И это неправильный ответ. 9 декабря 1968 года компьютерная мышь была представлена на показе интерактивных устройств в Калифорнии. Друзья мои. Согласен. Секундочку. Внимание. Да, мы здесь. Невероятные события. Счет 2-2. Ничья в этом раунде. Вот так вот не играешь практически. Каждая команда получает по 2 балла. Всегда так хотел ничего не делать и зарабатывать. Главное вовремя нажать. И что, типа, все будут выполнять задание какое-то? Нет, все. Всем 2 балла. Смысл очень. А можно просто так на казани? Раунд номер 3. Командный крокодил. От каждой команды одновременно подходит по одному участнику команды. Ведущий загадывает одно и то же слово показывающим. По сигналу показывающие объясняет слово без слов и звуков своим командам. Команда, которая угадывает первый, получает балл. Ну что, я предлагаю начать с капитанов. Капитаны, прошу. Раз, два, три. Начинаем. Стол. Камин. Печка. Холодно. Печка. Батарея. 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 Правильный ответ. Один балл. Команде жирная точка. Вот такая жирная. Меняемся. Следующий участник. Раз, два, три. Начинаем. Компьютер. Клавиатура. 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 Миди. Клавиатура. 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 Дырка вот эта, которая. Фордопиано. USB кабель. Wi-Fi. Интернет. Ротор. Да, абсолютно правильно. Интернет. Аплодисменты. Интернет. Дерная точка. Второй балл. Аплодисменты. На старт. Внимание. Марш. Кавиатура. Пианина. Ноутбук. Реккортер. Провод. USB. Мышка. USB. Аплодисменты. 2-1. Мы победили. Мы продолжаем. Начинаем. Вновь с капитанов. Начинаем. Компьютер. Клавиатура. Программирование. Клавиатурная система. Экран. Экран. Клавиши печатать. Клавиатура. Печатать. Клавиатура. Текст. Клавиатурная система. Текст. Буквы. Клавиатурная программирование. Так, говори. Давай-давай-давай, показывай. Текст. Код. Код. Абсолютно правильно. Ваши аплодисменты. Счет 2-2. Ну что, друзья мои, собрались. Решающий. На старт. Внимание. Марш. Красиво. Дима. Ты. Face. Профиль. 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 Лицо. Лицо. Facebook. Аватар. Face. Аватарка. 2. Я. Ты. 1. Первое лицо. От первого лица. Ну. Лицо. Ну, что это? Картинка. Аватарка. Как телефон открывает, что ли? Это Face. Так, еще раз. Face. Face. Или как нам он? Face. Ну. Face. 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 Facebook. Двое. Ты вторая. Ты вторая. Профиль. Профиль. Переход между страницами. Пароль. Давай, давай, давай. Phone. Так, погоди. Давай, сам начал. Ты. Face. Face. Еще один Face. Обработка. Что еще? Фотопланка. Face. На компьютере. Ну. В компьютере. В экране. В экране. Ты. И еще ты. Твойник. Face. Ваш аплесменты. Слово. Face. Face news. Авторизация. Мы не делаем фейки. И по итогам третьего раунда у нас ничья. Счет 4-4. Но. Так как ваша команда проиграла, вы получаете наказание. Внимание на экран. Выберите наказание, которое вам пофиксирует. Да. А если ничья, то почему мы проиграли? А мы в этом раунде проиграли. В этом раунде мы проиграли. А. Да. А у меня сейчас замыкание. То есть если... Сейчас очень важно. Если вы сейчас в этом наказании выигрываете, то вы побеждаете в игре. Если вы проигрываете, то будет кричья, и тогда будет суперигра. Поэтому, ребят, болейте. Болейте. Полный профиль. Давай с ПП начнем. Полный профиль. ПП. Начнем с полного профиля. Полный профиль. Итак, наказание ПП. Внимание на экран. За 60 секунд участники должны объяснить два слова, только словами, которые начинаются на букву П. Ну что, Алексей, вы готовы? Да. Время пошло. Начинаем. Парень пошел, почта, печатница, подруги посылает... Почтальон... Посылка? Нет. Посылает. Передача. Слово не на букву П. Почта. Пересылает. Почтам. Не на П слово. Не на П? Не на... А. Вот. Надо было предупредить. Не на П. Парень. Почта. Доставка. Телеграмма какая-то. Да. Молодец. Молодец. А, следующий. Парень... П... П... Печатает. Прет, 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 прет. Вот это... Вот нельзя, да? Посмотрел, поиграл. Компьютер. Компьютер, да. Отлично, друзья мои. Ваши аплодисменты. Вы справились. Огонь. И ваша команда получает балл. А это значит, что со счетом 5-4 побеждает команда Мао Цзиду. Сегодня с нами играли две суперкоманды. Дмитрий Красилов и Алексей Куличков. Их суперкоманды. Но звание самого умного в интернете только одно. И вы получаете это звание и этот сезон. Ребята, ну вы тоже не расстраивайтесь. У нас есть для вас также второе место. Серебро. И оно ваше. Мы с вами прощаемся, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Нажимайте колокольчик. С вами был Виктор Бутусов. Живите-любите. Пока. Докажи, что ты лучший в интернет-цивилизации. Миру видят, кто круче. Наша авторизация. Авторизация.